так всем доброго времени суток мои дорогие теле радио и видео слушатели снова с вами я Игорь Шестидко и напомню что я нахожусь на IFA 2014 это такая выставка электроники крупнейшая в Европе а вот она так выглядит вот samsung проплатился занял целый называется berlin куб теперь почему-то ну вот месса это вот основная часть это комплекс зданий кстати здесь же а проходит и мероприятие например microsoft когда microsoft в берлине проводит так от то есть это центральный вход такой в виде арки и от него идут блоки с как его по-русски и по-английски с выставочными залами их всего 28 или 29 что вы представляли вот я сейчас открою карту чтобы представляли вот вот такая вот карта мы находимся вот в этой маленькой части вот та маленькая часть которая вы видите на карте вот выглядит таким вот образом ну а сзади меня толпа народа здесь народ что там продает бмв выставляют гоночные бмв и так далее разные компании разные вещи представляют так вот мы пойдем сейчас trade visitors я все-таки вот trade visitors поэтому смогу спокойненько пройти так а ну в общем вы получили представление об обширности то есть причем если microsoft занимают только центральные залы для своего мероприятия то здесь это все занимает вообще всю 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 выставку ну и самсунг как вы видите конкретно проплатить это не реклама самсунга ладно смотрите дальше выставку с репортаж самой выставки давайте а пока мне надо одеть бейджик продолжаем карьерис при панта репортаж с выставки ифа 2017 это берлине да это павильон intel как вы видите здесь достаточно людно мы сейчас спустимся на самом деле intel молодцы вместе с леново они предоставили всем блогерам всем а кто занимается теми или иными съемками информационным поддержкой и тому подобное целую такой вот бусик да то есть и на этом бусике а вы можете вот место да где вы можете по спокойно посидеть поработать с интернетом бесплатным да то есть и тому подобное а соответственно а я сейчас прогуляюсь по самому и павильону intel вот вы видите то что здесь происходит здесь происходит много разных интересных вещей на самом деле intel как вы знаете ничего сам не производит но почти ничего кроме процессоров памяти материнских плат винчестеров и тому подобное дам ну или создать да но в любом случае прототипы а вы видите например а прототип и вы можете устройство собраны на основе эти сам вот ребенок рассматривает внимательно бедит смотрите вот крутится оплата а для работы здесь также происходит выступление а вы видите а 3d а принтинг вон вы видите ребят смаз мобайл имха которые занимаются съемками ну и также вы видите прототипы ноутбуков со встроенными камерами он как ребенок играется вот вы видите ребят с мобайл инфо а вот они соответственно здесь также есть и различные другие вещи ну вот например не видно как система распознает движение конечно же не обошлось без 3d принтеров которые все печатают и тому подобное а ну вот опять же этот прототип с средствами распознавания и экран с новым интерфейсом сейчас попробую вам показать его гравите не видите видна нет нет сейчас мы его покажем ладно пройдемся дальше что у нас здесь есть у нас здесь есть выставка различных устройств которые установлены вот какая-то компания терра я так понимаю что это немецкая компания а я не предлагают устройство типа ноутбуков типа серфейса ну в принципе интересно там а все равно все это на интеле на том самом эдисоне которые ну атоме до который есть нормально прикольно а вот таблеты от ошибок ски таблеты ехать собирался идти делать обзор на сайте таши бы сейчас и мы сделаем обзор именно здесь без всяких проблем смотрите вот он коры мини да соответственно тоже интересно ну и далее много различных вещей которые а есть windows не активировано а стенд леново стенд эйсера сейчас на интеле мы все сделаем эйсер с разборными края трансформерами планшетами да то есть это испарь switch 11 тоже неплохой вариант а леново со всеми ее вытекающими вещами но на самом стенде леново там намного более интересные вещи представлены я тоже это все сделаю а asus все разнообразие планшета все разнообразие мега мощных устройств вот вы видите игровые вексия ну у нас наверно тоже таких нет но вы видите например а на аналог да наверняка на не работает а включить тоже не работает ну что ж она так а вот и аналог мини если я правильно понимаю надо будет посмотреть ничего неплохо смотрится для маленького совсем девайсика с клавиатурами совсем вексия не знаю везде они тому подобное технологии много технологий на масса все это intel будем идти далее здравствуйте как ваши дела что здесь интересненького раз покажет да прям я все время пытаюсь к нему подойти и все да ну а вот он сейчас сейчас займут 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 и быстрее 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 вот он воздушный дисплей а не знаю видите вы его нет не видите ну тоже как бы я не знаю ты передаст ли камера нет камера передаст ли что мы делаем мы вот например видим глубину датчик снимает можем поиграть воздух и нажимаете кнопочки на всюду да 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 можно и все равно синий они одно за другим здесь можно снять хочу мнение о видите видите я не знаю передает ли камера a mobile имха уже сняли ваш замечательный трехмерный дисплей его на нет там до сих пор уж пойдите предложите им они старались как могли но не знаю я то я воду и как-то так сложно ли передать потому что то что видит человеческий глаз весьма и весьма они видят это самое а вы территориально откуда так неинтересно я вообще-то как бы а чё вы решили сейчас украины володя дмитренко а он здесь вы метели володю дмитренко из интела или из microsoft а не знаю такого я знаю володю дмитренко в майкрософте украинском на видать полный тезка да ну почти до дядя 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 дадь с ума сдурить вот можно он распознает руку ну как-то до отсюда а вот шарик это оторвать а но понятно в общем технология весьма и весьма интересная на можно еще рисовать давайте я порисую да как-то ну вот так вот ну что ж видите поблагодарим девушку по имени мария большое спасибо и дала дает у вас там печенюшки дает кормят а сейчас я пойду еще прогуляюсь поэтому а ну давайте смотрите дальше это у всех как раз начнется это как раз было соответственно стенд павильон кинтал а рядом с павильоном intel здесь есть еще поведены всего самого разного а тут как вы видите уже много народа здесь те кто иные штативы иные возможности вот как я несу сейчас gopro на палочке кстати я учел ваше пожелания дорогие мои телерадио-видеослушатели и не скрипит надеюсь теперь когда я там держу в руках а скул кенде очень неплохие наушники и тому подобное можно даже покраситься я так понимаю и здесь все что касается тех или иных аксессуаров тех или иных там а сэлфи и тому подобное а вот вы видите роли то есть и они делают тоже свою свои аналоги ли то нет это не делается и аля gopro камеры все сейчас увлеклись всем сейчас популярна какая-то она покрупнее gopro будет ну ну про меня я думаю простит за съемки gopro других вещей а ну и незнакомых кучу различных контор компании дам которые о вон есть трайвер но это понимаю что здесь а представлены несколько сами производители сколько а те компании которые в том или ином виде торгуют торгуют оборудованием торгуют возможностями возможностями товарами каждого из производителей вот райзеровская оборудование не знаю видно не видно слышно меня хорошо не слышно все такое замечательное все смотрим можно пакетик попросить а не будем просить пакетик я сюда не за пакетиками приехал а поговорить с людьми ну что тут еще там но как-то я иду навстречу трафику типи линк знаете да то есть как бы девайсы которые работают через домашнюю проводку говорят что не очень она работает через домашнюю проводку вот они кстати здесь потому что ну может быть европейских реалиях они отлично работают в неевропейских реалиях они работают похуже а вот такой типе линкс универсальный вот с антенками и сразу вам розетка остается свободной это неплохая идея вообще-то для хорошей домашней не прогнившей проводки ягин яфин диджитал господи что это такое не знаю но windows таблет серии я так понимаю какие-нибудь китайцы в том или ином виде онлайн да судя потому что девушка с явно арабскими азиатскими корнями вот нетбуки 1.8 квадкор генсин 1 гигабайта 1.8 это максимальная частота квадкор бейтрейл да вот они китайцы да тут еще какие-то салюшины там дальше а ну видите это все такой вот раздел где предоставляют всех всех и вся в том или ином виде я и таких павильонов на самом деле много хотел посмотреть да это видите какая-то компания api представляющая разных производителей ну здесь аналогично дистрибьюторы все это немецкие дистрибьюторы то есть выставка же все-таки немецкая поэтому аппарат для пыток надо себе завести такую штуку везде 3d принтеры печатающие те или иные фигнюшки народ демонстрирует 3d сканеры для оцифровки и создания головы так тут hertz это я так понимаю мобильные операторы народ выводят на плазму те или иные вещи и они ионик выпускают чего не попадя интенса интенса конечно хорошая контора но а не про это я специально снял вот этот вот раздел чтобы представили себе те или иные особенности выставки как она выглядит что она делает ребрендинг полным ходом заказываем китайцев какой-нибудь набор планшетиков этот набор планшетиков потом продаем под меткой интенс соответственно так поступают и другие гениус его а точка гениус ли новую мега клавиатурку которая для всех сразу сделана гениус а по-моему вот это вот она нет или нет нет это не она и это не она это все гениусы гениусы альт options альт options клавиатурки девайсики и тому подобное ну вот мы и обошли по кругу весь павильон я пойду дальше смотрите еще много чего есть да то есть видео продолжайте смотреть удачи пока итак зал он как всегда потрясает своими да вот так вот всегда только зашел своими проекционными плазмами вот вы видите такую вот стенку на которой воспроизводится 4k ultra hd feel the difference и панель из выгнутых телевизоров которая собирает везде единое изображение подождите оно то есть из двух кусочков состоит симпатичные девушки вот такой вот lg да делает хороший телевизор у него самого панелька hd lg правда сколько она 42 дюйма у меня здесь же вы видите 65 60 79 84 дюйма на днях в медиамаркете видел эту панельку ценную всего лишь 25 тысяч евро не так уж и много по большому за счет если вы хотите смотреть футбол как будто вы совсем рядом ну и вот 98 дюймов панели зачем она непонятно но это наверное очень круто все как вы видите ведут активную съемку все затарились пакетами вот выгнуты телевизоры опять же в больших количествах представлено большое количество смарт плюс тв да вот видите гнутые гнутые и он действительно стегнутый видно не видно вот так вот но хотя с другой стороны камера тогнутая но картинка на самом деле снятая потрясающая но и снята то она более чем профессионально очень долго и очень упорно кто-то хочет послушать суперзвук а вот те или иные варианты с смарт плюс тв люди пользуются для работы со смарт тв достаточно пультика вот вы видите молодой человек держит пультик ездит управляет то есть фактически как 3d-мышка для управления что а вы видите сам демо я часто там я а вот так вот это все выглядит можно перемещать я так понимаю вопрос пожалуйста реклама все как положено соединение и тому подобное даже в телевизор а даже в телевизор да а это про робота это мы знаем данки вот 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 такие вот вещи все тут рассматривают чего не попадя дальше мы переходим еще одна панелька в данном в данном случае это 3d панелька все плазмы работают в режиме 3d вам выдают очки вы можете в очках посмотреть что же происходит на самом деле толпа на людей сегодня здесь идет презентация сразу как вы знаете не только телевизоры но и холодильники стиральные машины но все это есть обыкновенный дисплей и необыкновенные тоже а вот вы видите дисплей 21 на 9 и сколько у него разрешения не на 5 а 3440 на 1440 ну неплохой такой дисплей я думаю что мне бы он пригодился вот как раз да для видеомонтажа и тому подобное очень и очень миленько какие кадры снимает надо себе а играть а так он еще и гнутый кто не понял он еще и выгнут интересно по какой цене этот девайс найдет посмотрим вот вы видите такой же дисплей только в вертикальном изготовлении да исполнение для того чтобы можно было редактировать фотографии это голову сломать как-то сидеть рядышком ну и рядом со стиральными машинами на большое количество телефона вот он LG 3G или G3 вернее извиняюсь с разных его вариантах в разных G3S G3 стилус да смотрите со стилусом прикольно а это все идет демо прикольно выглядит неплохо стилус уже куда-то увели или нет да вот он вставлен работает ну про 3G пусть смотрят или G3 пусть смотрят другие серии хотя серия тут интересная мы пойдем дальше серия жпадов LG это не моя специализация как вы знаете интересными вещами являются те или иные детские вот девайсы одной из основы этих детских девайсов является то что в них встроены там разные кнопки вызова звонить и тому подобное гарнитуры различные аксессуары и тому подобное для работы вот вы видите штуку для разговора ну что смотрится неплохо я бы даже сказал очень неплохо и когда же будут проекции видели вот такой вот момент это кстати как вы поняли я договорил союз взрыв вообще во время ну то я так на плюс все время ну а а Да. Хорошо. Так, просто нажимай кнопку и это будет помогать. Да. Это Bluetooth и это мотоцикл. И это будет читать последние месседжеты. И как? Вы просто нажимаете на кнопку. Это будет время. Это будет время. Какой вопрос? Это такое мультифункциональное устройство, которое обеспечивает все возможности, кто пропустил, возможности прослушать время, возможности ответить на звонки, возможность прочитать сообщения. Все это работает через Bluetooth. И здесь, как вы видите, часы. Презентуют то, что называется Google Android Wearable, одевающийся на руку часы. Я под ним сделаю отдельный обзор. Часы на самом деле хороши тем, что они работают или выглядят как внешние девайсы без всяких проблем. Вот вы видите, как народ фотографируется, смотрит часы с различными вариантами, различными оформлениями и того подобное. Полно народов, ухожители, фотографы. Ну что, может быть, все старые устройства. я буду прощаться 10 минут до свидания ближайшее время сейчас сниму обзор часов закончат презентацию и вы соответственно вы сможете посмотреть именно обзор часов отдельно как они есть но тут пылесос лжи думаю вам не особенно интересно пойду выбирать себе часики по вкусу что не могут и как они работают давайте удачи еще один павильон выставки ифа 2014 делят между собой а вы станете джитал или нова там дальше еще по моему в аризона или кто вода фон вода фон а он в следующем зале а тут еще ресторан девочка наверно тяжело работать постоянно под вот этим вот при этих вот запахах здесь также оригинальная выставка джипами ну а я пришел для того чтобы снять в том числе и несколько обзоров смотрите обзоры или один обзор или несколько обзоров ленововских таблетов это таблет и mix вот они такие оригинальном виде вот они разбираются вот таким вот образом они могут складываться вот так вот и самое главное и они могут ставиться еще и таким вот образом образуя обзора часто другом покажем образуя девайс с колонками сзади но неудобно да вот видите колонки сзади то есть если вы поставите здесь то вы получите типа стенда и здесь у вас работают колоночки разобрали собрали сложили девайсы как на атоме так и на том что называется intel core i5 в любом случае как бы я о них сделаю отдельный обзор еще одна особенность это те девайсы которых нет а в украине нет в россии не продаются они там это называется median он принадлежит леново а прикол состоит в том что данный комплект вот вы видите состоит из отдельно до планшетом вот он планшета прямым предлагается еще вот подставочка она тоже снимается то есть вы можете забрать и вот клавиатура даты соответственно хотите работаете с планшетом по моему здесь вообще intel а там хотите работаете так или тогда еще вы можете его подключить как обыкновенный ноутбук до . бы вот где там и здесь находятся дополнительные винчестеры и что еще и дополнительные батареи если не ошибаюсь в различных вариантах этот видео он предлагает свои решения вот вы видите плюс тут вы еще видите и телевизоры и все остальное от медиона интересная штука является интернет-радио она не работает а они отработает вот видите можно провод кстати неплохая идея а плюс и обратите внимание это отделенный на плеер то есть если у вас стоит какой-нибудь деланный девайс вы можете смотреть это использовать это дело в своей повседневной жизни а здесь толпа детей почему потому что тут вот медион райзер обратите внимание какой очень и очень немаленький девайс а я сейчас пользуясь возможностью своего статива загляну это так как вторая вот 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 посмотрели смотрите да видите как медиона в ски и линововские пк работают сложим сложим и здесь уже обыкновенные планшеты а конверты был да я так понимаю что это йога которая вот таким вот образом может быть перевернута и использована вот так вот или вот так вот или еще каким-либо образом вы видите не только йога вы видите тут flex такой flex такой flex такой для тех кто работает в том числе демонстрирует постоянно будет интересно различные планшеты вот этот честно говоря планшет я не понимаю вот зачем его таким вот сделали хотя с другой стороны удерживать его удобно но с точки зрения носки и так далее не совсем плоский девайс а непонятен еще ко всему прочему здесь вы видите очень большие полы в воды синг-пад синг-центр и тому подобное вы видите девайс all-in-one который позволяет вам работать а самое главное здесь вот она здесь открывается и используется да то есть как бы вам нужно что-то сделать да то есть вы достали поменяли вот здесь вот модуль дополнительные расширения и так далее закрыли пошли дальше так что синг-центр они молодцы синг-пады у них тоже они плохие ну и опять же вот во всех вариантах это конверта был но как можно музыку это крутить блин людям же снимать неудобно нафига нафига all-in-one с подставочками потом google будет блокировать видео потому что там много музыки которая невалитно маленькие планшеты а вот что еще хотел показать обратите внимание это таблетка это таблет писти 19 дюймов вы ее можете взять и поставить на зарядку вот таким вот образом она будет соответственно а зачем вот вот заряжается да видно не видно снимайте ее она не заряжается но вы с этим планшетом можете уйти и продолжить работать так как вам нравится и там где вам нравится да 1920 на 1080 стандартный а-ля монитор и система показывает что она работает на коры ай третьем 40 30 юм 1 и 9 гигагерца 4 гигабайта памяти и что у нас из дисков наверно даже диски 500 гигабайт я не думаю что это ssd я думаю что это полноценный давать плюс обратите внимание у нее тут и nfc и bluetooth и все что угодно еще один вариант а вы видите как он называется горизонт это подставка полноценный компьютер он же планшет с тачем и тому подобное такие вот вещи напомню что это стенд леново здесь есть все что вам нужно а вот еще столик а я к нему сейчас пойду снимать видео до то есть смотрите а столик который позволяет вам ехать в р хоккей рост арт о я победил сразу вот видели видели только как-то ну непонятно играет а но но так детям весело дома будет интересно и любопытно ну что ж а пора снимать видео посвященное а собственно говоря планшетам а смотрите видео с планшетами не забывайте после планшета я еще сниму некоторые другие видео с некоторых других павильонов, например, павильон Асони. Я не знаю, снимать ли сам Сун. Ну, Асони достаю на внимание, думаю, точно. Еще хотел снять павильон Тошиба. Продолжаем обзор выставки или репортаж выставки IFA 2014 в Берлине. Хотя бы раз стоит побывать, посмотреть, только не выходной день, чтобы здесь не было таких толп людей. Вчера было намного поспокойнее, но было больше журналистов и очереди на съемку той же Nokia Lumia, которую презентовали за день до этого. Давайте, удачи! Смотрите дальше. Итак, павильон Sony на выставке IFA 2014. Вы видите, все в белых тонах. Be Moved. Здесь раздают пакетики. Ну, мы же не за пакетиками сюда приехали. Не знаю, что я буду делать с таким пакетом. Он, конечно, поместится у меня в этот самый, как он по-русски, а по-английски, в багажник. Но нафига? Вот нафига такой пакет еще и бумажный. Пользуя от него никакое другое дело. Lenovo дала классную сумочку. Смотрим на Sony. Sony, как всегда, предлагает телевизоры в тех или иных вариантах. Все говорят о супервысоком качестве. Везде орет музыка. Вот на хрена, чтобы она орала, непонятно. 4К, 4К, различные камеры, наушники, различные плееры. Вы можете послушать и посмотреть на все это дело. Можно постоять в очереди, послушать High Resolution Room. История с телевизорами и панелями. Я думаю, кому интересно, сможет. Здесь уже больше, вот, 505-дюймовый 4К-телевизор. Здесь уже важно то, что, как оно по-русски, я по-английски. Вы приходите, выбираете для этого и проводятся такие выставки. Большое количество Sony Xperia в разных вариантах и соневских часов к ним. Ну, все сейчас ударились в эти часы. При этом эти часы, ну, я, честно говоря, считаю абсолютно лишними, абсолютно непонятными, потому что они не работают как отдельный механизм. Все равно они требуют программное обеспечение. То есть, как человек, который носит браслет Joe Bone Up, да, 24, могу сказать, что этого достаточно, чем, ой, смотрите, пришло сообщение, ой, смотрите, происходит то, 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 то. Тогда давайте откажемся вообще от телефонов, как я уже говорил, а телефон сделаем такими часами, а сам коробочку сделаем в виде, там, 5 на 5 сантиметров, толщиной в 10 миллиметров и будет совершенно классно. Ну, а вот вы видите аксессуары и сами телефоны и планшеты Xperia. Все пробуют фотографии делать, хотя непонятно на самом деле, что, чего они добиваются, потому что, ну, сделал я фотографию, ну, посмотрел я на экране. Каким образом можно оценить то или иное качество. Sony Xperia, 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 планшеты, клавиатуры. Это все на андроиде. Здесь профессионалы пользуются суперкамерами. Обратите внимание, это же Sony серия беспроводных объективов, которые потом подключаются к соответствующему объективу большому, и дальше народ делает фотки. Он подсматривает за кем-то в толпе. Там где-то очень и очень далеко. Где эта девушка? А, вон она там стоит. Не знаю, видите ли ее среди толпы, но девайс вполне и вполне интересная работа. Тут масса различных людей, которые все это делают. Не, ну, прикольно. Можно посмотреть, можно пофоткать. Еще раз хочу сказать, что объективы беспроводные и уже с подключаемой оптикой. А здесь мы также видим конкурентов GoPro. Ну, у Sony, конечно, эта камера не очень юзабельная по сравнению с GoPro, на мою точку зрения. И, соответственно, вы видите еще и удаленный контроллер, который в данном случае сразу с экранчиком, в отличие от контроллера GoPro. Но это уже такое вторичное. И вы видите подвешенную дрон с подключенным вместо GoPro камерой как раз сонинской. Качество съемки, различные аксессуары, объективы. Ну, как я уже говорил, такое. И вот те самые беспроводные объективы в большом количестве с различной уже оптикой. А это вот на самом деле прикольно, да, то есть, как бы, Lens-G, вы видите застыкованные туда оптика. Ага, то есть, это полностью уже даже не G, а Alpha. Они молодцы в этом направлении. Я считаю, что этот вариант намного более правильный, чем какие-либо еще, да, то есть, вы получили большой объектив, вы подключили к нему нужный еще оптический объектив и, соответственно, работаете с ним. То есть, мало того, как вы видите, да, там он садники, которые есть, полноценные для работы. надо и себе будет подумать над таким вопросом, но в этом отношении Sony молодцы. Вы можете ее знать где угодно, как угодно и почему угодно, используя любой девайс для управления. Ну, в принципе, мы уже прошли... А, еще не все. Еще часть того, что называется Sony Playstation, туда уже собралась громадная толпа подростков, поэтому я подниму камеру и можно будет посмотреть, что там творится. Народ мочится, играет, пытается завалить человека дом. Большое количество выставленных приставок с разными играми, но как-то игры тоже не очень... Я, может быть, они и крутые, но в гонке нет, возможно, да, да, можно посмотреть на них. Народ гоняет чертиков, народ играет друг с другом, народ использует контроллеры, вот вы видите дальше там. вот мы видим планшеты, джойстикс подключаем, еще мы видим пепель, 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 свита, ну и так далее. Здесь все еще полный народ гоняет чертиков, выглядит неплохо, но в принципе это уже для любителя каждый кинекта у них таких нет. Ну что, это я не помню было павильон в павильон сони. Я иду дальше делать следующее видео, в данном случае еще по дороге на Тошибу. О, кстати, вот интересно еще система контроля за реальной жизнью. Вы видите, как теннисист со всей силой мочит, но что-то данные не меняются. Странно. Такой вот игровой стенд. Так а где? А, New Game никто не запустил, он просто бьет. А как же увидеть YouTube? Да, оно поломано. Ага. Да, это просто смарт-сенсор. Вот вы видите. А вот он начал. Нет? Ага. О, смотрите. О, 119. Место удара. Еще. Центр. 116. 122. Промахнулся. Ну и оценки и тому подобное. Очередь за этим делом, вот вы видите, объясняет, как работает этот сенсор для тренировки, я так понимаю, теннисистов. Ну, по большому счету, вещь интересная, вещь полезная, хотя бы потому, что для реальной жизни, то есть, такие вещи пригодились бы в ограниченном применении, может быть, она получит там дальше развитие еще каким-то образом, например, поставят в гутцах и в мячах, и можно будет определять скорость удара ногой и скорость полета мяча, а здесь лайвспейс. Народ тоже стоит в очереди, чтобы оценить какую-то специальную комнату для Сони. Ладно, продолжаем. Я дальше пойду на стенд Тошибы, может быть, что-нибудь там интересненькое увижу. Давайте, смотрите дальше. Итак, Тошиба, стенд Тошибы, он как-то в темноте и тут сразу какая-то очередь. Наверное, за какими-нибудь сувенирчиками. Интересно, за какими сувенирами народ стоит. Тошиба таким вот образом привлекает к себе посетителей. Что же там такого раздают? Зачем надо постоянно стоять? Тошиба, Тейки Вэй? Что же там за Тейки Вэй? Можно что-то, наверное, выиграть. И... Well done. Ну и... А! Вот она. Нетбук и тому подобное. Ну что, можно и постоять ради такого дела. Ну а тут мы видим что? Тошиба, Тач-девайсы. Я уже снял обзор про Тошиба Энкора Мини. Здесь вы видите различные другие Тач-девайсы, сателлиты, клики и тому подобное. Сейчас, по-моему, не обходится ни один ноутбук без Тач-девайсов. Тошиба для бизнеса. Те или иные вещи. Вот это, кстати, интересные вещи для расширения и полезные ноутбуки. Опять же, телевизоры Smart TV Cloud. Интересно, что такое Smart TV Cloud. Непонятно. Smart TV просто. Windows Tablet. О! Windows Tablet. Может, еще что-то представят, кроме этих трех планшетов. но нет, мы видим Encore 2.8 дюймов. Мы видим вот он Encore Mini. Народ работает с ними. Что мы здесь еще видим? И мы видим здесь также просто Encore 2.10. То есть, стандартный набор, который есть и на Intel выставке. хранилище Lifestyle Performance. Это просто-напросто ноутбук, я так понимаю, со стильными внешними видами и тому подобное. Ну и производительные ноутбуки Satellite S70. Что у нас там стоит? 17 дюймов, 16 гигабайт памяти, 2 терабайта линт и тому подобное. Наборы различных дисков. Тошиба тоже свою камеру, как вы видите, выпустила. Скоро этих камер будет у каждого. что-то она какая-то побольше будет, чем Майан. И в чем же ее особенность. Та-та-та, т-та-та. Ага, встроенный двухдюймовый LCD-дисплей, тоже 12 мегапикселей. Работают под водой, я так понимаю, с кейсом. Да. Имидж стабилизация, micro-HDMI, micro-USB и mini-HDMI, micro-SD до 64 гигабайт. Ну, в принципе, все то же самое, что делает и GoPro. Там он с различными mount-девайсами и народ, стоящий в очереди, все никак не уйдет. Третий, да? Ну что, постояйте себе в очереди. Ну? Понятно. В общем, такие вот дела. FURA Innovation Lab. Future Display Innovation Lab. Интересно, что это такое? Интересно, что это за Future Display? Что за Ultra HD Mirror? Интересно. Это типа что? Зеркало высокого разрешения? А нет, это зеркало, но внутри которого находится телевизор. Зачем? Ну, непонятно, конечно, но прикольно. Например, для оформления помещения и тому подобное. Вот он я, вот камера со штативом и тому подобное. Family InfoBoard. Ух ты. А, типа, кухня. Это работает камера? Тут показывают, что дисплей тут батарейка разрядилась. Кухня, я здесь, камера. А, да, наверное, ага, точно, смотрите. Смотрите, смотрите, иди сюда. Видите, видите мою руку? Не, не видите? Вот. А как нажимать? секьюрити. А, это в режиме демонстрации, я так понимаю, что мы можем здесь выводить разные панельки. Вон, типа, кто-то, фронт-дор звонит, какая-то девочка. Вон набор рецептов, которые можно вывести. Текущая погода, таймер, который можно установить. Интересно, но не тач. Не тач, все это еще и зеркальная вещь, да? Неплохо для эксплуатации. В принципе, идея неплохая. Все фоткают, ну, и опять же, на уровне зеркала, да? Ага, оно тут перегружается. Там у нас следующая фича, что это у нас супер-вайт. Просто супер-вайт дисплей, красивый дисплей. и еще одно зеркало, я так понимаю, в ванной комнате. Не знаю, видите вы или не видите. Вот вы утром проснулись, у вас был плохой сон, вы видите, вот там он был. Have a nice day. Come on. Good morning. Отлично. Давай, 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 показывай, показывай, показывай. Вот я проснулся, ага, оно скачивает параметры. Погода хорошая, расписание плотное, количество шагов, где оно взяло, непонятно, пройдено, калории съедено дофига, и текущее давление, или текущий пульс 79. Интересно, откуда оно знает. А интересно, если я наплюю, там, почищу зубы, наплюю кровью, оно сделает анализ крови, а если помочиться, ну, в хорошем смысле этого слова. В общем, такие вот делишки. Народ фоткается, народ делает селфи, а вон на дисплее показывают еще дополнительную информацию. Интересно, конечно, ждет у людей будущее, да, то есть, как бы, но с другой стороны, непонятно нафига. Хотя, вот мы только что видели на LG часики с такими вот вещами. Если бы они это все еще унифицировали в том или ином виде, было бы прикольно. О, где-то я видел этот фильм. Кстати, Toshiba молодцы, не крутят никакой дурацкой музыки. Эти плееры, их масса, а это что за? Toshiba Bar Speaker System. Экраны, а вот и Chromebook, тоже непонятная девайсина, по крайней мере, для меня, зачем мне девайс, который не может работать автономно, а должен работать только с сервисами из сети. Хотя, если у кого-то есть много-много интернета мобильного, может это сделать. Кстати, с другой стороны посмотреть, а где же у него симка. Это под SD-шку, а под симки нет. Да, то есть, ну вот, и так всегда. Ладно, будем прощаться. Это было Toshiba. Посмотрим, что мы еще снимем, а что не снимем. давайте, смотрите дальше. Удачи. Увидимся. Итак, заключительное видео на сегодня и вообще на интервью, вернее, интервью, как это, репортаж с ИПО 2014 в Берлине. Вы видите такой вот дворик и самое главное, что вы видите антенну радиовышки в Месса, Берлин, которая построена, кстати, была немцами для трансляции Олимпиады. Здесь, во дворике, собрался весь Бомонд для того, чтобы провести так называемый ИФА Октоберфест. Октоберфест, где вы можете купить лучшее немецкое баварское пиво. вы видите вы видите вайзен бир с Мюнхена, вы видите знаменитую рульку, как говорят, ногу свинячь, теперь это все придется съесть, вы видите сосиски, женский формат, да, женский формат, и вы видите довольную публику, которая бьет, бухает, там еще сзади павильон, а все это на ИФА 2014. Ну и хочу передать всем привет, надеюсь, вам понравился репортаж, не забывайте подписываться на мой канал, приятного вам всем аппетита, вкусного пива, вы знаете, немецкое, пиво вайзбир, самое лучшее, правда, Юлис? Абсолютно свежее, не даром, что не в Мюнхене, а в Берлине, но все равно одно из лучших. Так что, увидимся, счастливо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео отдельных обзоров, снятых по девайсам, это Nokia Lumia, это в Польше, это на Windows Phone, это часы, ужасные часы от LG, ну, LG меня простит, я думаю, ну и многое другое, что есть у меня на канале. Удачи, ставьте лайки, шарьте, оставляйте свои комментарии, я в этот раз делал короткий обзор, давайте, удачи, пока, да, ваше здоровье, вот, да, точно, мы за ваше здоровье и выпьем, все, давайте, и приступим к рульке, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,